ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лаврик и Харлачев на флангах, а Соломатин и Дроздов в центре. Москвичи начали активно прессингуя в первые 20 минут по всему полю, хотя, как таковой, остроты у ворот Ревы москвичи создать не смогли. И все же на 24-й минуте, по сути дела, первый удар в створ ворот ЦСКА закончился голым. На табло заждалась фамилия Харлачев. Спустя 10 минут отличился Заза Джанашия, но мгновением раньше боковой судья зафиксировал офсайт. Первый тайм мне не очень понравился тем, что все-таки ЦСКА команда помоложе Локомотива, и ребята, я так думаю, переволновались. Так как был сделан один удар за всю игру, не создано ни одного момента. Во втором тайме Локомотив продолжил свое наступление на оборонительные редуты ЦСКА, и на 51-й минуте сольный проход Джанашии закончился дальним и точным ударом. 2-0. Увы, но армейцы Киева разочаровали. Выделить можно было бы лишь Бежинара, надежно действовавшего Левченко, и капитана хозяев Эдуарда Цихмиструка, который в последние минуты дважды проверил на прочность Нигматулина. Руслан был на высоте. Вышедший на замену молодой Виталию Доросели оставил хорошее впечатление, но обострив игру, помочь своему клубу не смог. Виктор Леоненко, на которого возлагались большие надежды, откровенно разочаровал. В этом, правда, заслугам Арифулина, который не позволил грозному в прошлом нападающему сыграть острым. Как и в прошлом году, Локомотив начинает путь в кубки обладателей кубков с победой.